Здравствуйте, на канале ЭТОН ТВ программа тема дня, сегодня веду я Михаил Горин. На выборах в Иране сокрушительную победу одержали реформисты. Что это будет означать на практике, об этом мы беседуем с сотрудником еврейского университета в Иерусалиме Владимиром Мисамедом. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько результаты этих выборов для вас лично, как ирониста, были неожиданными и что они означают в реальности? Как это отражается на расстановке сил в руководстве и реальной ситуации в стране? Во-первых, я бы как бы немножко потушил ваш оптимизм и снял бы, может быть, выражение сокрушительную. Во-первых, я поступаю от оценок, потому что еще окончательные итоги не объявлены до сих пор. Они будут объявлены, наверное, только послезавтра, когда неделя произойдет. Во-вторых, цифры не показывают, что они оказали сокрушительную, что они, так сказать, победили действительно с каким-то разгромным счетом. Но в любом случае это победа, потому что если мы возьмем, например, те цифры, которые есть сегодня, то сегодня примерно около 60% депутатов ирландского парламента, собраний Совета, это, значит, фундаменталисты, примерно 30, чуть больше, чем 30, это реформисты, и оставшиеся это примерно так, то, что называют, умеренные. Но победа более серьезно одержана в другом органе, потому что одновременно проходили выборы в два органа власти. Первый орган, который назвал Собрание Исламского Совета, так сказать, иранский парламент, в котором заседает 290 депутатов, в том числе и еврей, представители еврейской общины. А с другой стороны избирали и второй орган, это так называемый Совет Экспертов. И вот Совет Экспертов, там как раз победа, которая уже подведена, поскольку количество депутатов меньше, там действительно победа. То есть там 88 человек этого Совета, из них примерно, не примерно, 52, а из них 52 как раз от реформистов. Вот здесь как бы более серьезная победа. Но в любом случае, если говорить о результатах выборов, они приятно удивляют, потому что, если мы возьмем Тегеран, то в Тегеране из 30 мест, которые Тегераны были отпущены, все 30 мест отданы, вернее, своеваны реформистам. И поэтому это, конечно, большая победа. И это действительно победа, по крайней мере, в столице. Кроме того, в Иране с самого начала определились две провинции, где победили только реформисты. Это провинция Язд, от того, что происходил прежний президент-реформист Хатами, и вторая провинция, Иранский Курдистан, которая всегда голосует, как бы протест на голосование против Центра, они голосуют, поэтому они поддерживали это фундаменталисты. Вот поэтому, конечно, это можно убить. Но с другой стороны, в общем, к этому ушло. И, в принципе, хотя фундаменталистов стало меньше, но они все равно как-то спешающая сила. Поэтому удивляться, может быть, и очень-то нечему. Но, с другой стороны, удивиться можно тому, что через короткое время, после прихода к власти вообще либералов, потому что президент, он створяет собой либералов, вот приходит к власти парламент, который незначительно, но в любом случае стал более, скажем, реформистским, более либеральным, более умеренным, если говорить даже по отношению, скажем, к тем исламским догмам, которые всегда были решающими в прежнем парламенте, и в ряде парламентов, которые этому, потому что приехал в Один и Жаде, было два состава парламента. Владимир, скажите, пожалуйста, вы сказали, что подчеркнули, что наибольшую победу реформисты одержали в Совете экспертов, так называемых, который будет избирать в скором, ну, не в скором времени, но в принципе выбирает, духовного лидера страны. В связи с этим можно ли ожидать каких-то изменений, ну, скажем так, на этом фронте? Потому что ведь парламент, насколько я знаю и известно, не занимается внешней политикой, он занимается в основном внутренними делами, а внешнюю политику определяет именно духовный лидер страны. Вообще, духовный лидер определяет всю политику и внутренне, и внешне. Но он более касается, конечно, пытается устраивать, выстраивать основные направления внешней политики. Но дело в том, что действительно здорово, что они пришли к власти, ну, не к власти, по крайней мере, они являют собой большинство в Совете экспертов, потому что Совет экспертов как раз будет и определять нового религиозного лидера. Может быть, им удастся избрать нового религиозного лидера, потому что нынешний сидит у власти уже 26 лет, нового, который будет, может быть, более гибким, менее авторитарным. И, с другой стороны, они изберут как бы себе подобного, потому что если они представители более умеренных слоев, они не будут избирать, скажем, ярок таких фундаменталистов, которые засиделись. С другой стороны, мы должны отметить, что вот в Совет экспертов прошли люди, которые действительно олицетворяют собой как бы новый Иран, в частности, пришел, скажем, такой престарелый Айтула Али-Акбар Шамиров-Санжани, который уже два года был президентом. Но у него в Иране очень крепкая ренома и прагматика. Он человек прагматического направления, он человек, который еще после Ирана и Иракской войны начал первые реформы. Поэтому ясно, что, может быть, присутствие такого человека, оно важно. Кроме того, отметим, что одним из членов Совета экспертов стал нынешний президент страны Хасан Рухани, иранская конституция не запрещает совмещать должности. Поэтому он, наверное, был членом Совета экспертов. Поэтому это важно, им избирать любую нового руководителя, причем они могут даже избирать его своей инициативой, то есть не ожидая, когда он сам уйдет, считая, что, может быть, устал уже срок поменять руководителя, влить какую-то свежую струю в самую верховную власть. И, может быть, это как раз и случится, тем более, что уже примерно 5-6 лет идут разговоры о том, что религиозный лидер страны очень болен, и надо бы, и, так сказать, он с трудом исполняет свои функции. Поэтому, может быть, он действительно уйдет, и изберут кого-то нового. И, может быть, можно ожидать, что придет человек, как я уже говорил, более гибкий, более настроенный на сегодняшнюю волну. Владимир, скажите, пожалуйста, известны ли позиции реформистов в области международной политики по отношению к Израилю, по отношению к Хизбалле, по отношению позиции вообще Ирана к Западу? Смотрите, если разбить наш вопрос на спецсоставляющих, то позиции по отношению к Западу, конечно, уже ясна. Потому что Запад – это та часть мира, та, условно говоря, политическая, та, которая Ирану сейчас нужна, потому что, если Ирана снимают санкции, у него улучшается экономическая жизнь, он получает возможность торговать нефтью, он получает возможность выйти из политической и экономической изоляции. Это те плюсы, которые несет договор, постоянный договор по иранской атомной проблеме, подписанный 14 июля прошлого года и вступивший в силу 16 января этого года. Что касается других пунктов, которые вы назвали, в частности, вопрос, например, ситуации с Израилем, здесь никаких изменений не предвидится, потому что для Ирана это красная линия, никакого изменения политики. Иран вообще мыслит мировую политику как бы там два цвета. Такой светлый цвет – это весь мир, и один черный цвет – это Израиль. Иран, даже на пунктах, он действует по всему миру, оккупированных территорий. Израиль у них отличается как оккупированных территорий. Кроме того, если говорить по отношению, скажем, к таким пунктам, которые вы тоже назвали, Хизбалла никакого из них, конечно, не предвидится, потому что не отменяется политика Ирана по отношению к Израилю. А политика Ирана по отношению к Израилю, особенно на наших северных границах, она делается руками Хизбаллы. Поэтому по поводу Хизбаллы они ничего пересматривать не будут. Если они что-то будут пересматривать, то это по поводу институционирования Хизбаллы внутри Ливана. Они не хотели бы, чтобы в Иране, простите, в Ливане был очень большой диссонанс между, скажем, шиитскими районами и районами проживания суннитов или местных христиан-маронитов. Поэтому здесь, может быть, ничего не изменится. Не изменится политика и по отношению к палестинской автономии. Они все так же настроены очень яро, очень против мирного решения израильского и палестинского конфликта. Поэтому здесь тоже ничего не будет. Но в любом случае, то, что меняется политика по отношению к Европе, то, что страна может выступать как одна из сторон так называемого политического диалога, потому что она будет вести с Ирана так называемый политический диалог, и она не позволит Ирану, как бы, очень, что ли, деструктивно расплежаться своим военным потенциалом против разных личных направлений. Поэтому это вот те изменения, о которых можно сегодня уже сказать. Владимир Мисомед, большое спасибо за ваш комментарий. Подождем действительно окончательные результаты выборов и как это отразится на реальной политике Ирана. Еще раз вам большое спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...